доброго времени суток всем друзья также поздравляю всех с наступающими праздниками но у нас продолжение финальная часть обзора проекта арма 3 altis life мы находимся на острове тиранос напомню что предыдущих частях мы посмотрели на общие планы построек значимые места какие-то виды работ ну и тому подобное нам осталось просто покататься по острову посмотреть какие еще есть нововведения и какие добавленные объекты есть и вот один из таких объектов это военная база ну и наверное называть эти базы военными будет неправильно это база каких-то группировок название на самом деле я не запоминал и не вычитывал ну у каждой группировки есть своя база выглядит это примерно вот так все базы на острове закрыты попасть в них невозможно все базы разбросаны по всему острову и выглядят примерно вот так вот это высокий забор и так как на острове отсутствует мод паркур то попасть туда практически невозможно по дороге кстати я разбился и так как медиков онлайн не было мне пришлось выйти и ждать новую сессию чтобы восстановиться здоровьем и как всегда у меня нету питания но какой красивый пейзаж двойная радуга над зимней ковалой достойно пера художника и очень жаль что на этом острове не все так красиво не все так дружелюбно вообще на карте очень мало мест куда игрок может спокойно пройти насладиться красотой или там уникальностью этого объекта все очень военизировано все как-то милитаризировано вот как вот этот объект например до пропускной пункт чем он отличается от военной базы от базы там которому только что видели да в общем то ли чем та же самая база воинственная грозная таких вот объектов как вот этот на карте не очень много что это на самом деле я не особо понял на карте написано какая-то аббревиатура но я так думаю что это что как-то связано с гонками может быть какой-то автосервис или на тюнинговая компания не знаю вот такая аббревиатура что она обозначает бог ее знает но естественно как и большинство объектов на этом острове это все за забором как я уже говорил человек неравнодушен к заборам поэтому заборы здесь во всех видах во всех красотах есть как мы видим плавают немножко текстурки я вот всегда и говорю что чем меньше вот этих вот сторонних объектов как видите ноту нагружает fps текстуры плавают они не оптимизированы что только не делают кстати из этого здания я уже не знаю я видел и медицинский центр в этом здании автосервис и вот пожалуйста используется в разных направлениях но здание всегда одно и то же нашел еще вот такой зданица но как я и сказал здесь все все объекты которые уникальные или красивые они скрыты от игрока не могу вспомнить чтобы я где-нибудь встречал конечно подобное постройка по моему действительно уникальная выглядит симпатично но как я уже и сказал никакого отношения к игрокам она не имеет скорее всего это здание принадлежит кому-то из администрации вход естественно вам сюда будет категорически закрыт на карте этот дом вообще никак не отображен нет никаких подписей видно только что на этом месте раньше стояли какие-то армонские сарайки наверное но как я сказал взаимодействовать с ним никак пройти туда никакой возможности нету не переползли ничего паркура как я уже повторюсь нету здесь поэтому ну все в этот дом никак там не попасть мы можем только посмотреть стоят магазинчики значит этот дом будет либо для администрации либо для какой-то группировки не знаю но пока он не отмечен вообще никак ну не отмечен не отмечен все поехали отсюда смотреть что здесь есть еще кстати очень крутой спуск чиркает машина недалеко от этого мутного здания есть еще одна постройка и это одна из немногих построек которые вам доступны для того чтобы пойти посмотреть может быть даже поработать здесь а именно это таксомоторный парк выглядит на самом деле очень красиво ну и как всегда конечно же забор забор не армонский он не сбивается но само здание симпатичное есть такой навес для машин наверное там и будут спамиться машины на карте этот объект подписан значит как бы он официальный мы понятно что планировка не совпадает потому как карта статичная объект добавлены объекты еще расскажу симпатичный мне очень понравился он такой теплый уютный подобные уютные места и здания на этом объекте на самом деле дефицит давайте зайдем посмотрим что тут такое есть есть ресепшн и даже интерактивные стулья то есть можно сесть посидеть и надо отметить что подобные функции именно интерактивность мебели играет положительную роль в тех ситуациях когда рп играется по полной ну и согласитесь в ситуации например когда руководитель таксомоторного парка или секретарша будет сидеть за столом на стуле а не стоять или сидеть на полу будет выглядеть гораздо атмосфернее но также надо сказать что при такой экономике и с такими ценами я думаю таксистов здесь не будет наверное никогда только если в качестве исключения в качестве рп кто-нибудь возьмет поиграть роль таксиста но себе в убыток поэтому я думаю это будет незадействованное здание но вот по пути я заехал на заправку если кто смотрел то в первых частях у меня была проблема почтовая машина не заправлялась и в качестве того чтобы проверить у меня это проблема или это с почтовой машиной проблемой я заправил эту машину и как видите она заправляется до этого я заправлял также камаз камаз тоже заправлялся а вот почтовая машина не заправлялась и я думаю что это все таки проблема была не у меня а проблема баги игры мы продолжаем ехать дальше к сожалению темнеет а у машины проблема с фарами я вообще не понимаю зачем такую машину добавлять на сервер у нее не работают фары она вся кривая у нее плохой звук вот я подъехал на точку переработки специально ночью чтобы показать я сейчас включаю фары а их нету видите как бы модель фарта прорисована вот они включаются как бы а света нету свет забыли прописать ну или в принципе не прописывается сюда я не знаю но света нету я моргаю а его нету и вот еще смотрите простое решение да человек взял простой перерабатывающий этот аппарат и поставил его не рядом с ангаром а в ангар и посмотрите какое простое решение да а какой эпичный вид от этого это говорит о том что не надо даже ну чего то выдумывать сделайте просто вот так для того чтобы заехать сюда надо открыть ворота загнать машину в такой атмосфере начать переработку далее мне повстречалась точка называется она аукцион автомобилей ну из названия понятно что здесь происходит да но никаких точек взаимодействия здесь нету это видимо рп объект здесь все происходит по рп выглядит это вот так я очень искренне удивлен что нет вокруг заборов это странно ну вот такое вот здание как видите опять то же самое оранжевое с текстурками сплавающими разнообразием этот объект не блещет но он тоже доступен для игроков то есть сюда можно прийти приехать и заниматься этим делами и вот только я сказал про заборы как обернулся и чуть не охренел вот это забор вот тут любитель заборов то отжег по полной выдал так выдал как видим это тюремный блок но если бы не вот эта надпись тюремный блок я бы и не понял чем вот эта тюрьма отличается от блокпоста от увиденные нами уже базы какой-то там группировки я вообще в армии первый раз вижу забор такой высоты не знаю какая какую цель преследовал разработчик но как минимум он удивил зато еще этот объект можно использовать если убрать табличку тюремный блок то это может быть и блокпост пожалуйста или какая-нибудь база вдали еще горит какой-то объект светится очень красиво поедем посмотрим что это опять мы видим просто огромный забор но правда не такой огромный как в тюрьме но все равно посмотрите какие какая высота какой масштаб это пипец это но еще одна тюрьма скорее всего или наверное база база спецназа либо амона там не знаю кого но очень огромный забор огромный длиннющий блин по моему на этом месте раньше стоял арманский объект но я не уверен что же там такое а там стоит больница просто больница давайте взглянем на карту что нам скажет карта а нет я ошибся арманский родной объект находится чуть а это база скорой помощи это просто база скорой помощи блин я не понимаю зачем такие заборы зачем столько заборов что там такое происходит что за рп здесь вот еще одна база и наверное знаете я бы наверно мог одну и ту же базу показывать просто катаясь по кругу и вряд ли вы поймете не найдете отличие они все вот такие вот они все это огромный забор серый бетонный и скопление там каких-то милитаристических объектов все ну ни на один объект заехать нельзя ни на базу скорой помощи не на какую из этих вот военизированных баз это базы я так понимаю премиальные наверное здесь группировки тусуются их очень много но они все однообразные вот такие вот а сейчас хотелось бы показать точка переработки который не коснулась рука разработчика вот так вот выглядит в основном на большинстве островов . переработки просто тупо поставлен станок для переработки все все остальное до мысли сам и согласитесь вот ту точку которую он показывал в ангаре гораздо эпичнее красивее смотрится атмосфернее теплее решение то не требует больших затрат просто возьми эту точку и поставь ее в ангар и уже станет теплее интереснее и необычнее но мы едем дальше еще одна база по моему самая огромная которую я видел на этом проекте ставится она вот на острове кто играет узнает этот островок около пиргаса находится здесь большинство баз обычно ставится премиальных но как видите она вообще ничем не отличается как я сказал я бы мог просто принципе вокруг нее ездить и рассказывать вам вот это одна база вот эта вторая база они вообще не отличаются если сейчас вам показать какую-то базу которую мы уже увидели вы не поймете что это за база все за серым забором все с вышками однообразие сплошное однообразие скукота вообще на самом деле на острове очень скучно очень скучно и однообразно но вот как подтверждение моих слов про точки переработки согласитесь вот это выглядит гораздо интереснее и необычнее чем то что я вам показывал стоящие чуть ли не в голом поле . переработки здесь гораздо интереснее единственный момент не всякая машина влезет в ангар но и тут тоже можно что-то сделать далее зашел посмотреть как тут собираются плодовые ресурсы ну и все что меня удивило даже не удивило просто порадовало это всплывающие окошечки один сделано симпатичным нарисован фрукт который вы собираете в общем ты все сам процесс сборки сейчас у вас на экране вы видите сколько это занимает времени хотя на мой взгляд это очередная глупость все-таки фрукты и овощи которые собираются на данных проектах всегда очень дешевые и этот процесс можно было бы ускорить это даже более реалистично согласитесь собрать корзину и яблок в огороде не так долго как собирать например медь на руднике но его следующее я красным пометил количество баз на этом проекте посмотрите вот я их кружочками красными подметил я их насчитал вот раз два три четыре пять шесть семь и еще одна база восьмая у меня под сомнением я ее не стал отмечать она находится вот здесь где нарисованы крылышки но я пока не проверю я ее не отметил но вообще должно быть 8 значит баз 8 военных баз ну и вот я выдвинулся в сторону той сомнительной базы есть она там или нет до тот момент я не знал и да это база и да она точно такая же и да опять серый забор и опять невозможность туда проникнуть нельзя зайти посмотреть поэтому я даже много времени на нее тратить не стал просто сделал небольшую панорамку и поехал дальше вообще проект целом дышит какой-то отчужденностью всю вот эту красоту которую я вам показывал она вас никак не коснется то есть она не коснется массового потребителя то есть обычного игрока зашедшего на этот проект все что коснется игрока это сборка ресурсов очень долгое утомительное в точках сбора ну может быть не всегда но в большинстве случаев нетронутых точки переработки как я вам показывал есть конечно и за замененные . а есть и стоковые точки то есть массовый игрок вот этой всей красоты не сможет ощутить он не сможет насладиться ничем он никуда не сможет зайти здесь кругом заборы здесь кругом все закрыто я не знаю зачем это сделано зачем закрыты все дома вот эти вот виповский так назовем их что ли не знаю уникальные эти дома чтобы там не натоптали что ли я не знаю какая какую цель преследует разработчик закрывая базы закрывая базу медиков закрывая там ту же базу премиальщиков ну зайдет человек посмотрит что вам от этого будет плохо что чего он крадет оттуда у вас оружие или что я не понимаю зачем закрывать вот это все сделать такую ауру закрытости от всех я не знаю в общем массовый игрок здесь принципе не увидит ничего интересного игрок с первых минут появления на острове столкнется со скукотой и обыденностью этого проекта а это мне кажется неправильное направление надо заманивать игроков удивлять их развивать уникальность доступную для каждого а не для каких-то индивидуумов этого проекта ярким примером является почтовая служба этого проекта она действительно удивляет она приятная приятно работать там машинка приятно выглядит она хорошо управляется она быстрая и это доступно всем но это единственное что доступно для массового игрока все после работы на почте ты сталкиваешься со скукотой это обыденный камаз это кирка это обычные не тронутые практически по всему острову точки переработки точки добычи ресурсов это господа скучно но это друзья мои только мое мнение и я не хочу никому его навязывать если вам понравилось милости просим остров открыт но у меня на этом все всего доброго